Вечер на Думской. Продолжаем работу в прямом эфире. Говорим о том, когда народных депутатов будут избирать по-новому. Пообщаемся с Игорем Луговским, аналитиком Одесской областной организации Комитета избирателей Украины. Приветствуем вас, Игорь. Здравствуйте. Добрый вечер, Игорь. Давайте посмотрим небольшой вводный материал на эту тему и вернемся, будем подробно обсуждать. Пожалуйста. Стране необходима реформа избирательной системы, которая в том числе сократит предвыборные расходы партий. Так считают в Комитете избирателей Украины. Общественники заявляют, что наша страна сегодня является лидером в Европе по затратам на парламентские и президентские выборы, которые обходятся отечественным политическим силам в 3-4 раза дороже, чем, например, в Польше. Кроме того, реформа избавит граждан от политической рекламы, которая зачастую манипулирует мнением электората. В Киу подчеркивают, что сегодня политические кампании ведут не политики, штабы и партийные структуры, а политтехнологи и режиссеры рекламных роликов. Общественники считают, что Верховная Рада должна внести законодательные изменения, чтобы избавиться от мажоритарной составляющей. Именно она задействует различные схемы, среди которых прямой и непрямой подкуп избирателей в межвыборный период. Например, всевозможные ремонты и благоустройства, которыми должна заниматься власть, а не кандидаты в депутаты. В Киу уверяют, что избранникам-мажоритарщикам не стоит бояться открытых списков, потому что именно за активными мажоритарщиками-благодетелями партии и будут охотиться. Напомню, 3 августа ЦИК утвердила выборную смету, согласно которой президентские выборы обойдутся стране в 2 миллиарда 355 миллионов гривен, а парламентские почти в 2 миллиарда. Да, Игорь, давайте как раз об этом поговорим. О непосредственно расходах, которые терпит в целом Украина, или терпят кандидаты в депутаты, кандидаты в президенты. Это очень большие деньги, да? Вы имеете в виду выдатки, которые на кампании вытачиваете? Да, конечно. Ну, насколько мне доводилось, что ты, ось кампания, которая нас ждет за президентскую кампанию, ну, не скажу, не знаю, то есть за парламентскую не знаю, но я чувствую, что выборчий округ мажоритарный от 3 до 5 миллионов. Необходимо. Это долларов, да? Да, да. От 3 до 5 миллионов долларов. Для того, чтобы стать, ну, скажем, народным депутатом. Ну, да. То есть это минимальная сумма, 3, для того, чтобы хотя бы начинать о чем-то думать, да? Ну, это такая сумма, которая нужна для проведения, ну, велика-велика, 3-5 миллионов. Но, опять же, это то, что мне доводилось чути по цих, но я не готов искать, на сколько там точно. Ну, что касается прямого и косвенного подкупа избирателей, это элементарное приобретение каких-то необходимых продуктов питания, в которых нуждаются люди, и потом непрямой, назовем это ремонт чего-либо, детская площадка или придомовая территория? Ну, в нашей стране процветает в основной своей массе непрямый подкуп избирателей, когда какие-то блага надаются, да, делаются какие-то ремонты, там, и так далее, и так далее, и так далее. Прямый подкуп избирателей потребен, когда в день голосования, когда нужно, чтобы пришли, проголосовали, там, соответственно, за это заплатили гроши. И, снова же таки, то, что я бачил в прогнозе политтехнологов, что очевидно, это, что суммы будут, в сравнении с 2015 годом, виборами, значно больше за один голос выборца, конкретно на руки. Уже есть расценки, да? Ну, это политтехнологи говорят. Да нет, там, ну, гривень, сколько последние рази там платили? 400-500 гривен, ну, я не готовюсь сказать. Да, это, мабуть, будет десь 800 гривен, возможно. Один голос. Тут мова йде про то, что выборцы зневирились в будь-яких кандидатах, и, соответственно, они понимают, что максимум, что они могут получать подчас этой выборчей кампании, это вот эти блага, которые могут надать эти кандидаты, и, в основном, прямые деньги. Но, снова же таки, цифры не абсолютно, я не готовюсь сказать, насколько они точные, но вот такие разговоры есть. Ну, послушайте, если мы с вами говорим о возможных изменениях, о том, что нужно менять, то каким образом это изменить? Человека же не принуждают брать. Человека же не принуждают, ну, скажем, быть купленным. Ну, это многогранное вопрос. Вы правильно говорите, что никто никого, в принципе, не сможет брать, менять деньги, обменивать на свой голос. Тут, первое, это политическая культура. Я, допустим, не готовый продавать ни за какие деньги, свой голос и так далее. Потому что я понимаю, до чего это может привести, ну, и мне не позволяет... Ну, объясните, на самом деле, ну, это какие-то очевидные для вас, например, меньше. Ну, потому что эти деньги, которые витрачаются на сегодняшний день, они потом будут, ну, это банальная речь, которая проста и наиболее очевидна. Ну, они лишним всегда звучат. Это эти деньги, которые потом будут другим образом, которые будут играть через разные разные механизмы, и те важные инструменты, которые получает народный депутат, будучи представником держави. И тому для меня важливее не те, сколько народный депутат... Вот давайте возьмем один приклад по непрямому підкопу. В межвиборчий период это может быть что? Это может быть, когда депутат даже не витрачает свои деньги. А главная умова это для того, чтобы депутат смогу договориться сначала с местными органами влади, обо адміністрации, и потом в Кабмине, в Кабмине, это самое важное. И когда Кабмин формует выдатки, субвенции на развитие, социально-экономичный развитие громад на местах. И они выбивают эти деньги на ремонт школьных, поставить векна, дах ремонтировать и так далее. И так далее, и так далее. Вот, припустим, тут в Одессе у нас зараз на Олимпийц вибываются там кошти, и на минулий рік там виділялись кошти на Олимпийц и так далее. Ось на такие объекты виділяются. Багато в чем это дейсно заслуга мажоритарных народных депутатов. Но эти деньги потом идут різными способами, ну, то есть, витрачаются через разные шляхи, которые, снова таки, могут быть связаны. Однако, вопрос же поляга в том, что для чего нам народный депутат? Для того, чтобы он выбивал эти деньги? Чи для того, чтобы он, будучи в парламенте, створил такие условия и правила гри в нашей стране, чтобы люди могли сами развиваться и сами у себя принимать такие решения? Но, конечно, никто не заперещу, и, мабуть, треба тоже про это говорить, что мы сами, как граждане, мусимо вимагать от наших представников и приходить до них с пропозиций. У меня колись была разговора с помещником народного депутата с приводом работы их приймальни. Он сказал мне, ты не поверишь, впервые за много лет в одном из мест его округа в приймальню пришел громадянин, который ничего не просил, а пришел с пропозицией. Вот именно такими мы должны плакать приемы у народных депутатов, когда есть инициативные группы и громадян, которые приходят с реальными, ну, возможно, не проектами, а хотя бы идеями, как можно изменить... Ну, согласны, что непосредственно в большинстве своем, не все, а, конечно, далеко не все, особенно в последнее время, но в большинстве своем избиратель не знает своих прав, а тем более не умеет их требовать. Ну, это же, снова же таки, повязано. Я согласен, если вы ответите прямо на ваши вопросы. Есть такие моменты, когда выборцы не имеют понимания того, какие права у них есть, какие обязательства у них есть у их представителей, и почему они не дотримаются этих обязательств и не пользуются своими правами. Но нужно всем этим работать, доносить эту информацию до выборцев, ну, и, соответственно, выборцам так же нужно как-то 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 рухаться в том направлении, чтобы мои права это было что-то святое, которое не можно порушивать никаким образом. Ну, давайте теперь глобально. Ну, вот, Комитет избирателей Украины понимает концепцию, как в данных условиях должна выглядеть избирательная кампания, или как правильно должен быть построен выборный процесс? Ну, это, конечно, понимаемо. Питание в том, что мы сегодня стоим на том этапе, что та выборчая система, которая существует в Украине, те выборчие механизмы, которые существуют, на самом деле и в целом, они не работают. В политологии даже студенты второго курса, уже захищающие свои курсовые, что касается выборчих систем, первое, что говорят, когда, 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 когда выяснили, какие-то, что не существует идеально выборчая система. То есть, не можно привносить какую-то выборчую систему. Треба дивиться на ті реалії, которые существуют на сегодня в суспільстве. На сегодня в суспільстве существуют такие реалії, что у нас система есть смешаная, незрозумяющая. Тут партейные списки выбирают, там каких-то мажоритарных выбирают. Потом, когда эти фракции формуют, так же незрозумяло, кто входит, кто не входит. Обирался от одной партии до другой. Это вопрос комплексный. Не только выборчая система, вопрос политических финансов, вопрос развития политических партий. И Олексей Кошель также про это заявлял, что очень большие деньги витрачаются. И причем это не всегда пометные деньги. Скажем так, вот он сказал про политическую рекламу. Это про то, что политики на сегодняшний день взагалі, вибачьте, политическую рекламу на телебаченні. Это про то, что сегодня совсем не готовы говорить, потому что есть пропозиция на певный период для того, чтобы кандидаты йшли и говорили с выборцами, для того, чтобы працювали партійные структури, потому что у нас партії, как таки, працюють, соответственно, с определенными какими-то региональными принципами. Мы, снова таки, проводили досліджения и скоро будем снова готувати результати досліджения по работе местных организаций и партій в нашей области, мы четко побачим, что какие-то партії мают свое представительство, какие-то партії мают просто на папере свое представительство. И, соответственно, ци партії мусять идти в народ, так би мовити, користоваться другими механизмами. Сьогодні, как бы там не было модно, но это все равно швидко и корисно в социальной мереже, через которую можно спілкуваться безпосредственно с выборцами. А телебачення ми маємо, что мы бачим? Мы бачим, что политическая реклама происходит почти постоянно. Під час новин, под час ток-шоу и когда, в принципе, происходит. Бывали приклади, когда политическую рекламу маркували как социальную рекламу. Ну, извините, это политическая реклама, она мает быть маркована как политическая реклама, мает быть відома за делегисти, сколько кошту ця реклама и потім партийну. Ну, скажите, это на самом-то деле потеряет смысл только тогда, когда непосредственный зритель будет понимать, что сейчас происходит реклама, которая призвана воздействовать на него, но он уже понимает, что это реклама и что об этом кандидате я могу узнать здесь и здесь и что он может, что он сделал и что он еще может предложить. Реально, а не пообещать. И вот только тогда эта реклама станет ненужной на телевидении, она потеряет спрос. Мы сейчас говорим о потребителе этой рекламы, правильно? То есть, наверное, вот здесь это время нужно и это постоянное обучение каждого человека в отдельности. Ну, важко с вами не погодить, что, конечно, реклама не будет працювать только тогда, когда ее не будут споживаться таким чином. Однако, мы сегодня маем ситуацию, когда более чем 85% наших выборцев черпают информацию про то, что происходит в державе, про то, что происходит в рамках территориальной громады, через телебачение, дизнаются про политики и так далее. Я не буду вам нагадывать, что, ну, вы сами знаете, кому належат телеканалы, и кому належат окрім цих телеканалів, этим людям все еще належат партії. Вони є акционерами, ці олігархи, які володіють телеканалами и в тот же час мають свої так звані акції в партіях. Тому певний порядок денний телебачення формує. Ну, не треба говорити, що там хтось можливо люди не усвідомлюють, але для багатьох людей це просто єдиний джерело для того, щоб отримати інформацію. Ми стикаємося з тим, що люди не готові читати щось більше двох абзаців або те, що треба читати більше трьох хвилин. Ну, все-таки ваш прогноз, будем еще много раз об этом подробно говорить, конечно, насколько масовым явлением буде подкуп избирателей на грядущих выборах или все-таки ментально мы от этого отходим? Все залежит від правоохоронних органів. Тобто, підкуп виборців буде однозначно, але якщо правоохоронні органи будуть належним чином реагувати, то його рівень буде зменшувати. А кого нужно наказувати в таких случаях? Всіх, хто приймає участь в цьому. Тобто, виборці, які беруть, у них відповідальність ніяким чином не передбачена, окрім моральні можливості. Ну да, от таких от етичних моментів. Ті, хто купують, це також треба зафіксувати належним чином. В принципі, деякі випадки є, коли навіть дійшло до судів по цим випадкам, але, знову ж таки, не працює невідворотність покарання. Максимум, що отримується умовно, там здається найбільше, що отримували взагалі за порушення, кримінальні порушення на виборах, це два роки умовно. Спасибо вам большое. Ігор Луговський, аналитик Азерської областної організації Комітет избирателей України. Прерываемся на новости, позже вернемся і продолжим. Дождитесь.